По-пацански поездим на Голенвагене и Кирилл Чижиков, а Голенваген купе Именно так эта тачка и называется, но сразу мне конечно бросилось в глаза его размеры этого Голенвагена Но черт возьми, он все равно прикольный, мне нравится, что здесь единственная непохожесть Это то, что он очень широкий, он прям нереально широкий и немножечко колеса такие маловатые Ну, короче, размеры этого Голенвагена немножечко неправильные, мне так кажется Но передний бит его, ну прям, ну похож, похож, реально похож на Голенваген Прям очень похож даже, я бы сказал, потому что на мой взгляд, конечно же, ребят, все могут оспаривать Давайте немножечко покатаемся на пацанской тачке, все-таки, ну все дела, вы понимаете меня Я надеюсь, конечно, тачка прикольная, мне понравилась и подвесочка, мне понравилась и стилистика сделанная Сначала что-то как-то меня смутило, вот этот вот вид, но потом поездив на машинке, мне понравилось, короче, вот честно Здесь такая подвесочка, такая, знаете, приятненькая, вот прям вот она такая, реально приятненькая Тачка не быстрая, тачка такая, ну, она не валит, я бы сказал, она так тяжело заезжает на горке, как видите Но вот именно подвесочка и сам вид, он меня как-то зацепил Вид, ну вот даже я, наверное, не смогу заехать на чертах Ладно, давайте развернемся и пойдем в другую сторону Здесь очень много функций, конечно же, кнопок прям вообще Салон, салон, зацените, какой салонище просто Тут все дела, тут цветочек прям стоит, даже можно поливать цветочек Внутри салона разводить цветочки прям в Гринвагене самое то, я считаю Но все-таки это круто Так, давайте попробуем проехать этот каньон Аккуратненько, аккуратненько Или нет, по-пацански от первого лица Я не смогу дальше проехать, просто я не вижу уже размеры транспорта Я уже цепляюсь всеми частями И там горка, и похоже, я не заеду Блин, по-моему, я не туда приехал, куда надо было ехать Черт, давай, давай, Гринваген За что я деньги платил-то, а? Он прям, он, он очень медленно Он очень медленно, но вот чувствуется, что у него не хватает мощности Так, давайте Нет, не дверь, капот, капот нужен Так, отлично Ну-ка, все, он встал Давайте зацепимся капотом Так, надо починить тачку Надо, блин, надо добавить мощности Давайте как раз-таки заглянем, что у нас с капотом сломалось Ого Двигатель такой, знаете, немаленький Он прям, я бы сказал, огроменный Так, скорость, мощность двигателей Ну-ка, проверим Так, это на задние колеса Окей Давайте немножечко добавим Чуть-чуть, чуть-чуть добавим мощности На задние колеса, смотрите, есть мощность Но вот так вот сделаем Ну и закрывайся Окей Окей, давайте попробуем теперь дальше еще раз Тачка на самом деле, она, она огромная То есть она прям, ну, я бы сказал, она большая То есть прям видно сразу же мощность Добавили и все отлично вытянули Тачка очень большая, она, ну, и широкая, конечно же Но детализация тачки впечатляет Давайте Походим внутри Да Да, именно, походим внутри Потому что здесь все это есть Чувствуете, да? Чувствуете вот этот момент? Ну и крутейший просто люкс Глинвагена Сидения отъезжают прям Так, а вот это я сейчас не понял Что произошло? Не пойму, что произошло Откидывается, пожалуйста, вам Круто, да, ребят? Ага, то есть понятно управление Так, давайте сядем Здесь у нас как раз таки отъезжает колесо Ага Так, дальше все кнопочки Давайте куда-куда-куда-куда так это у нас открываются двери открывается конечно же капот потом на четверочку у нас так багажник заклинило гудок такой знаете суровый верхняя как это верхний люк да ну и рация по очень круто единственное что нам надо сделать это открыть багажник еще немножко прокатимся блин мне нравится какой он такой бальжавый так не торопыжный подвеска тоже очень хорошая при этом и все не лагает и выглядит довольно что-то отвалилось ребят что-то сейчас отвалился от наш реально отвалилась два куска вон я вижу на дороге валяете здесь куда-то улетел кусок это странно давайте попробуем еще открыть вот открылся багажничек и как видите все вид отличный и я повторюсь не знаю чем но зацепила постройка детализированностью наверное какой-то хоть и размеры не соблюдены но бринут все равно она как-то похоже есть она как-то вот пропитана духом блин даже посмотрите на зеркало заднего вида есть круто продолжим никита зуев танк т26 похож он или не похож решать только вам но я решил его показать потому что мне кажется любой труд нужно показывать тем более танчик прикольный выглядит очень классненько и прям так ну знаете пропитана таким вот ну войском так так сказать что я единственное наверное бринут уже вроде бы вот это хотя может быть в общем мне не нравится один момент это то что здесь сделано все из дерева я понимаю что нагрузки так большая иначе по-другому нельзя было сделать и у нас вход посмотрите какой крутой и реально крутой симпатично сделано закрываем блин вот это вот мне не нравится так задняя часть у нас тоже как бы это вход для на механик или еще что-то так управление кстати о управлении достойная управление то есть сделано отлично отлично управление сделано то есть управление танковой как видите ну гусениц к сожалению нету но это не страшно управление здесь на в ссд но управляется он как бы в танковом режиме то есть у нас не видите нету ни что никакие колеса не поворачиваются и и это довольно таки круто то есть на датчиках установлена или скорее всего может быть какой-нибудь используем баг скорее всего возможно так ладно это все круто давайте посмотрим мне интересно честно попал так ну-ка давайте выйдем таким вот способом окей интересно вот здесь вот зайти и полазить внутри у нас двигатель и блин ну ну вот это вот огромнейший минус потому что больше здесь ничего нету люк как бы есть но при том люк по моему да смотрите мешает прикольно то есть люк мешает как бы даже башни все равно сделано очень прикольно но вот внутренняя детализация постройки хотелось бы побольше конечно то есть можно было уже и сделать снаряды можно было сделать и поворачиваемые башню и ствол и ну то есть вот все это можно было сделать но почему то здесь вот как-то никита решил что это здесь не нужно но все равно танчик очень прикольный и смотрится тоже достойно хоть здесь и нету гусеницы но я представляю что данный момент fps 12 но с гусеницами наверное было бы просто 0 или что-нибудь типа такого но все равно круто андрей неверов тематика мэтт макс безумного макса тематика ну прям вот чувствуется да вот чувствуется при том вид такой знаете очень крутой мне нравится очень вид как сделан прям такой мощный что ли то есть двигатель кабина видно что задняя часть подвеска какая-то непонятная немножечко но мы сейчас я думаю идет оценим так у нас есть ага это ну грубо говоря резаки что ли ли что это резак один притом прячется хотя с этой стороны тоже вроде бы вот эта часть есть но только с этой стороны резак вылезает ладно окей мне нравится вид как сделан то есть колеса даже блин ну реально такой еще цвет ржавый как бы круто ухты вот это ребят круто респект респект за в такую очуметь блин ну блин жалко только от первого лица нифига не видно но вот это это просто потрясающе интересно она работает нет не работает а то есть не все работает здесь открывается у нас механизма управления ну что-то вроде бы делает но понятно то есть работает но не до конца блин круто то есть это как бы одноместный такой грузовичок круто блин так офигительно просто я я в шоке реально в шоке я в восторге как это сделано такие прям двигатель видно мощный давайте прокатимся то есть поворот у нас смотрите такой офигеть поворотище просто я бы сказал блин круто великолепно сделано и вот даже в предыдущей серии я говорил что он там тоже была машина похожая на как ну то есть именно в стиле безумного макса или тематика безумного макса и я говорю что можно же создавать не именно копийная машина да то есть ну копию какой-то машины из фильма безумный макс а именно в стиле безумного макса и вот здесь вот очень круто и потрясающе так у нас даже ускорение есть то есть знаете во второй части по моему безумного макса как раз таки там давай давай вот не очень сильно ускорение дает но есть там был грузовик как раз таки такое у врага как бы безумного макса у главного босса такой он такой грузовичок был и там с нитро был грузовик и вот здесь вот что-то типа такого же великолепно сделано я я реально в шоке я не смотрел не смотрел эту постройку заранее как бы и именно при вас первый раз посмотрел блин круто подвесочка видно что болтается передняя часть но она есть это самое главное так что подвесочки придирок нет то есть отлично двигается отлично передвигается то есть при том что он такой здоровый грузовик как бы да он двигается очень отлично и наверху видно что вот сзади как бы то ли кабина то ли вместо отдыха давайте проверим залезем так кстати что у нас у нас одна кнопка непонятно за что отвечает ну ладно окей блин вот этот вход я я еще такой думаю она же высокой думаю сейчас придется опять запрыгивать вот здесь был блин потрясающе я в шоке андрей очень круто болин я так задумал что именно тут так же будет шикарно ну и жалюзи очуметь реально жалюзи круто какие еще механизмы то есть здесь здесь можно отдохнуть понимаете блин круто это прям таки крепость вот это вообще респект вообще респект то есть немножко как сказать немножко жизни в нашем маленьком городке в нашем маленьком домике так скажем работает прикольно то есть немножечко растим растим дерево туалет очень блин я я прям у меня слов нету насколько это круто сделано и великолепная тачка просто 10 из 10 я в шоке великолепная тачка спасибо за такой реально не то что шедевр а за такую идею за такой посыл очень крутое ребят создавайте что-то вот такое вот очень крутое очень невообразиме невообразимое и в вашем стиле то есть да здесь стиль безумного макса но все равно постройка то сделано с воображением и воображение очень крутое посмотрите детали детали здесь вообще потрясающе то есть заднюю часть внутри мы уже поняли она очень крутое даже жалюзи трубы выхлопные трубы посмотрите как сделано то есть нитры есть нет ничего подвеска двигатель кабина вот вот эта часть очень шикарная просто я я в шоке передняя часть тоже достойная блин очень круто сделано и подвесочка тоже такая крутая это стоит лайка и всем всего хорошего присылайте свои постройки соответствующую тему в группе вконтакте где откуда и взяты все эти постройки спасибо за просмотр и пока